Всем привет, дорогие подписчики канала Bakugan Planet. Я давно обещал вам снять видео, обзор моей коллекции, и вот, наконец, я снимаю мою коллекцию Bakugan Battle Planet. И что ж, вот она вся, как вы видите. Давайте теперь посмотрим отдельно по стихиям. Ну и начнем мы со стихии Pyrus. Вот мои Bakugan стихии Pyrus. И, как вы можете посмотреть, вот я их выложу так аккуратненько, их 9 штук, всего 3 ультра и 6 обычных корба-куганов. Давайте раскроем их по очереди. Первый у нас Pyrus Pyrus Pyrus, который постоянно открывается. У него 300B. Далее Pyrus Fengzor 400B. Далее Pyrus Trox. У него дополнительно выдвигаются ручки. И у него 500B. Затем Pyrus Dragon 200B. Pyrus Pegatrix 300B. И, наконец, последний корба-куган. Это Titan Dragonoid 700B. Самый сильный корба-куган вообще в моей коллекции. И, мне кажется, из тех, что бывают. Потому что другого корба-кугана с такой силой я не встречал. Вот. Ну и давайте теперь посмотрим ультра. Pyrus Serpentis Ultra 300B. Pyrus Montanoid Ultra 600B. Подвигаются вот ручки у него. Ну и, наконец, Pyrus Ultra Dragonoid. Я очень хочу себе гипер-драгоноида ультра, но пока его нигде не встречал. У него вот выдвигаются ручки 500B. Вот столько у меня Pyrus Бакуганов. 9 штук. Вот они все. Давайте теперь перейдем к следующей стихии. Далее у нас идет стихия Darkus. Это 12 бакуганов. Самая многочисленная стихия по количеству бакуганов в ней. В моей коллекции. Также можете видеть тут 7 Ultra и 5 Core. Давайте посмотрим на Core Бакуганов. И сначала у нас Montanoid Core. Вот, друзья. 200B у него. Далее. Fengzor Core. Этот Fengzor немножко помятый. Он испортился. Ну, как-то упал неудачно. 400B. Вот. И такой же, только уже без дефектов. Вот. Тоже 400B. Далее. Это Darkus Pigatrix. У него 200B. Вот так вот он выглядит. И, наконец-то, Darkus Nelius 500B. Давайте посмотрим Ultra. И начнем мы с Darkus Fengzor. Darkus Fengzor Ultra. Вот такой гигантский бакуган. У него 600B. Затем Darkus Montanoid Ultra. 300B. Вот. Тоже большой. Если сравнивать с остальными Ultra. Ну, в принципе, все Ultra большие. Далее. Бакуган с самым большим G напечатанным. Это 800B. Ну, в моей коллекции. Вот. Darkus Hedrus Ultra. Затем. Halkar Ultra. 300B. Довольно слабый. Но. Надо все равно его показать. Так что вот. Затем. Синниус Ultra. 300B. Мало, конечно, сил у него. Но выглядит он очень круто, на мой взгляд. Я обожаю вот Синниус Ultra. Ну, давайте посмотрим на ультра-версию Нилиуса. Тоже красивый бакуган. 200B. Мало, конечно, но карта ему вроде прибавляет еще. И, наконец, Darkus Web. 400B. И у него вытыкается вот тут вот голова. Вот. Вот, друзья, все мои бакуганы Darkus. 12 штук. И давайте перейдем к следующей стихии. Далее идут хаус бакуганы, которых у меня всего 5 штук. И один из них это Core Bacugan A4 Ultra. Core Bacugan это, как вы видите, Begatrix. У нее 500B. Очень красивый бакуган. Вот. И перейдем, наконец-то, к ультра. Вы так долго ждали этого, друзья. Так. Первый ультра-бакуган стихии хаус это Нилиус. У него 400B. Вот так он выглядит в раскрытом состоянии. Как вы можете заметить, полная противоположность цветам Darkus. Но Darkus мне нравится больше. Darkus выглядит как-то эпичнее, пафоснее. Ну, ладно. Дальше. Гортин ультра. У него 500B. 600. 600B. Неправильно сказал. 600. Вот. Тоже крутой. Хочу купить себе обычную версию Гортина. Core. Так, что-то Begatrix заел, друзья, у нас. Да, вот, раскрыл. 300B у ультра-бегатрикс. И давайте раскроем наполнительные элементы. Это передние лапы и рог. И также крылья. Вот так он выглядит в раскрытом состоянии. Очень даже круто. И, наконец, Горганоид, который мне больше всего нравится из ультра-бокуганов. Вот самый любимый, наверное. Он очень круто раскрывается, очень круто прыгает. Ну, из ультра-бокуганов хаоса, я имею в виду. Да. Вот столько у нас. Вот такая вот коллекция хаоса-бокуганов. Давайте перейдем к следующей стихии. Итак, друзья, несмотря на то, что Аквас моя самая любимая стихия, у меня очень мало, как вы видите, бокуганов Акваса. Они на втором месте после хаоса по количеству бокуганов. Ну, в наименьшей степени я имею в виду. И давайте посмотрим. У меня 4 Кор Бокугана, 3 Ультра. Первый Кор это Туртониум. У него 500B. Очень милая черепашка, отлично хватает бакукоры, раскрывается чуть тесно. Далее Аквас фанкзор 600B. Вот. Ну, как обычный фанкзор. Как вы видите, у меня много фанкзоров. Опс. Далее Фейдрос Аквас. У него 200B. Красивый бакуган. И держится лучше, в отличие от Файруса. Мне с Файрусом что-то не повезло. Ну и Фейдрос, наконец-то. У него дополнительно выдвигаются лапки. И сила Би у него 200. Там внутри. Вот. Теперь посмотрим на ультра бакуганов. Первый это Туртониум ультра. У него 500B. Вот такой вот бакуганчик. И его можно в игре перекручивать. Если вы промазали бросок, его можно перебросить. Далее. Так, забыл название. Кракелиус. Вот. Кракелиус ультра. Вот так много у него щупались, друзья. И 500B. Прикольный бакуган. Не самый, конечно, мой любимый. Самый мой любимый. Туртониум и вот Хидрос из Аквас бакуганов. Но Аквас я хочу себе гидроноида ультра купить, друзья. Он мой самый любимый из тех, которых у меня нет. Да и, в принципе, из бакуганов Акваса. Вот. Такой вот Хидрос ультра. У него 400B. Вот все мои бакуганы стихии Аквас. Перейдем к следующей стихии. Далее, друзья, идет стихия Вентус. У меня один из бакуганов Вентус стихии. Это три ультра бакугана и восемь. Вроде бы восемь. Да, восемь бакуганов Корр. Давайте их посмотрим. Первый у нас Фэкзор. Мне не очень нравится сам Фэкзор. Но почему-то у меня много их. 300B. Далее. Серпентис. 600B. Мне очень нравится Серпентис. У него крутой дизайн. Он сильный. Да, в принципе, хорошо хватает Корр. Да. Ой, что я его раскрыл? Вот. Давайте дальше. Монтеноид. Вот такой вот Монтеноид 500B. Тоже мощный. Как ни странно, у меня много сильных Вентус бакуганов. Вот тот же самый Трокс. У него 500B в обычной версии. Вот 500B. Тоже прикольно выглядит. Несмотря на то, что он такой пузатенький. Ну, все равно мне нравится его дизайн. Туртониум. 500B. Также. Дальше. Нилюс. 400B. Драгоноид. У Драгоноида 200B, как у Пайрус. Ну и, наконец, Вайс Рокс. У него 600B. Тоже мощный. И мне нравится его дизайн. Самый крутой Корр. На мой взгляд. Вот серьезно. Ну и давайте посмотрим ультра бакуганов. У нас идет Монтеноид ультра. У него 600B. Вот выдвигаются его усики. Можете посмотреть обзор на этого бакугановом канале. И, кстати, да, друзья. Если вы каких-то бакуганов хотите посмотреть в обзоре отдельном, обязательно напишите в комментарии, я сниму на него обзор. Ультравебом. 400B. Ну и, наконец-то, Ультра Трокс. У него 300B. И вот такая вот крутая фигурка. Вот, друзья, все бакуганы стихии Вентус. Давайте перейдем к следующей. Ну и последняя стихия на сегодня. Это Аурелус. У меня 3 Корр бакугана и 5 ультра. Всего 8 бакуганов. И давайте начнем с Корр. Первый у нас естественный Фэнк Зор. И самый сильный Фэнк Зор. 700B. Вот. У него черные такие глаза. Далее Нилюз. 500B. Да, если вы не знаете, то Аурелус это самая сильная стихия считается. И она вообще помечается официально как редкая. Но по факту их можно довольно часто встретить. Так что они не такие уж и редкие. 400B у Аурелус Трагоноида. Дальше перейдем к ультра. Холкер. Итак, 500B. Ультра Холкер. Аурелус. Как по мне, друзья, Аурелус выглядит очень круто. Реально как-то лимитировано. Но еще у нас есть алмазная стихия, которая смотрится круче всего. Макс Тауэр 600B. Далее Ультра Трокс Аурелус. И у него, друзья, насколько я помню, 700B. 800. 800B, да. Очень мощный бакуган. И вид у него тоже крутой. Далее Горгоноид Аурелус. 700B. Как видите, все бакуганы стихия Аурелус сильные. Ну и, наконец, Ультра Драгоноид. Аурелус. Вот. Тоже очень круто выглядит. И у него 500B. Как и у обычного Драгоноида. Хотя, казалось бы, должен быть сильнее. Вот. Крылья крутые. Вот мои Аурелус Бакуганы. Давайте перейдем к следующей и последней стихии. Ну и, наконец, друзья, это бакуганы алмазной стихии или бриллиантовой. У меня 6 скор бакуганов алмазных и 4 ультра. Давайте начнем с кор. И первый у нас это Пегатрикс. Вот, друзья, бакуган просто сияет, потому что он полностью почти прозрачный. Тем более, стихия Хаос. Вот, 500B. Давайте к следующему. Так, это Трокс. Оригинальная стихия Вентус. У него 500B. Так же, как и у Пегатрикса. Вот тоже почти полностью прозрачный. Дальше. Туртониум. Тоже бакуган Винтона. 500B. Вот. И последний Вентус. Это Теноид. 500B. Тоже. Что-то много у них. 500B. У всех почти. Ну что ж. Вот такой вот тоже полностью прозрачный, только с подкрашенными деталями. А нет. Вру. Вот она, деталь. Другого пластика. Ну, она не мешает впечатлению. И все равно бакуган кажется крутым. Далее. Пайрус бакуганы алмазный. Это Синдиус. 200B. Вот такой Кор Синдиус. И Драгоноид. Алмазный Драга. У него 200B. Тоже очень крутой алмазный. Один из моих любимых алмазных бакуганов. Даже не один, 100% самый любимый алмазный бакуган. Ну, вот такой вот. И давайте посмотрим теперь на ультра. Первый это Синдиус ультра. У него 200B. Хотя странно, что Кор и Синдиус ультра вообще не отличается Би. Ну, ладно. Вот такой вот. Дальше Максотавр алмазный 300B. Ну, дальше Трокс алмазный. У него выдвигаются вот лапки, как у обычного 2 и 300B. Да, 300. Ну, и последний это ультра Хидрос алмазный 400B. Вот. Скоро сниму на него обзор, так что ждите обязательно. Вот все мои алмазные Бакуганы. Ну, и наконец, Бакуган не совсем стандартного размера. Дека Бакуган. У меня всего он один, пока что в коллекции. И это Дека Драгоноид. Би у него не изображено. но вот такой вот гигантский Бакуган. Обзор на него также есть на моем канале. Можете посмотреть. Вот, друзья, вся моя коллекция Бакуган Байтл Планет. Видите, куча Бакуганов. Сейчас по силочку они будут в закрытом состоянии все. Раз, два. Ну вот, друзья, вот и все мои Бакуганы в закрытом состоянии. 62 Бакугана. И также не забываем про большого Дека Бакугана. Вот, поставлю его к Пайрус. И да, друзья, 63 тогда получается. Это все мои Бакуганы. Ну, а на этом будем заканчивать. С вами был, как обычно, канал Бакуган Планет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем удачи, всем пока. Бакугана.